Добрый вечер, вы перелитесь в Карачаево-Черкесии, а в студии Руслан Жукаев. Сегодня Карачаево-Черкесию посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Программа визита была насыщенной и предполагала осмотр ряда предприятий республики. Артур УПЦ с подробностями. Предприятие «Вулкам» стало первым в плотном графике посещения Карачаево-Черкесии главой российского правительства Михаилом Мишустиным. В сопровождении полпреда президента России ВСКФО Юрия Чайки и руководителя республики Рашида Темрезова он понаблюдал за циклом производства, подготовкой и придением шерсти. Территория и нынешние возможности предприятия позволяют наладить более масштабное импортозамещение. Конечными потребителями мытой шерсти и гребенной ленты являются крупнейшие комвольные предприятия России. Михаилу Мишустину показали, какая продукция пользуется у потребителей наибольшим спросом. Это уже изделие. Пошли посмотрим. «Самое интересное». «Мы их вот чуть-чуть положим». «Самое приятное». «Это шерсть, да?» Мощности предприятия позволяют переработать в год до 3000 тонн немытой шерсти, произвести 900 тонн чисто шерстяной гребенной ленты. И это далеко не всё. Здесь уже планируют развивать полный цикл, для чего потребуется создание цеха крошения пряжи. «Мощности у неё довольно хорошие, 1200 тонн в год можно произвести. Самое интересное, что она такая гибкая, сможет работать как синтетическо, так и натурально волокно». «Сейчас у нас 143 человека работают на предприятии. Мы планируем ещё больше расширять наше, естественно, запускать новое производство. Хотим расширять персонал. И очень хотим и нуждаемся в специалистах, кадровых специалистах, которые будут обучаться у нас». Получив от представителей Вулкама подробную информацию, Михаил Мишустин поделился своим видением расширения возможностей предприятия. В частности, речь может идти о сезонных потребностях в школьной форме и многом другом. «Дорогие друзья, в первую очередь я хочу вас благодарить за интересную экскурсию. Процесс производства пряжи очень непростой, сложный, а трудоёмкий и технологически такой инновационный. Очень важно, что вы планируете развитие, вы собираетесь делать и покраску, собираетесь создавать новый цех. Фактически сегодня уже заложили и проектируете трикотажную фабрику по производству. Но что здесь очень важно? Карачаево-Черкесия по праву считается таким у нас лидером по производству и пряжи, и занимается животноводством очень серьёзно, овцеводством». Руководитель кабинета министров пожелал реализовать все намеченные планы. При этом на государственном уровне будет оказана необходимая поддержка, о которой стороны договорились во время двухсторонней встречи. Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития рассмотреть заявку предприятия «Вулкан» на модернизацию производства. Артур Мыхциалек-Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Запуск разрешаю. С команды председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина сегодня официально стартовала работа двух малых красногорских ГЭС, которые будут вырабатывать экологически чистую возобновляемую электроэнергию. Свидетелем исторического события в энергетической жизни Карачаева-Черкесии стала Фатима Даурова. Строительство малых ГЭС было начато в 2019 году, а уже в начале 2023 года гидроагрегаты новых станций были поставлены и проведены комплексные испытания. По своим показателям ГЭС повысили электрообеспеченность республики на 18%. В ходе работы красногорских ГЭС оптимизируется водный режим реки Кубань, что позволяет увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях каскада кубанских ГЭС на 250 миллионов киловатт-час в год. Инвестиционный проект был реализован в рамках государственной программы по развитию возобновляемой энергетики. За четыре года построены два здания гидроэлектростанций. Бетонная плотина длиной 148 метров и высотой 31 с водосбросом. Правобережная защитная дамба длиной почти в 500 метров. В здании каждой МГЭС размещены два гидроагрегата, мощность которых позволяет питать безопасной экологичной электроэнергией более 230 тысяч человек или 50 тысяч домохозяйств. О характеристиках новых объектов сотрудники Русгидро рассказали министру энергетики России Николаю Шульгинову в ходе ознакомительной экскурсии. Главный энергетик страны оценил увиденное и подчеркнул важность запускам МГЭС для экономики и жителей Карачаева-Черкесии и в целом территорий Северного Кавказа. Сегодня три электростанции работают в Карачаево-Черкесской республике. Но вот будут уже пять. Причем они имеют значение для работы высшестоящей в Зельчурской МГЭС, когда сглаживают эти колебания. То есть это сейчас каскадная схема, которая позволит не только обеспечить надёжную работу, но и увеличить выработку в целом каскада, которая работает на реке Кубань. Старт работе новых красногорских МГЭС дал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, который по видеоконференции вместе с полномочным представителем президента России в СКФО Юрием Чайкой и главой Карачаева-Черкесии в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия. Хочу от всей души поблагодарить вас за ответственные и слаженные действия, которые позволили успешно реализовать один из крупнейших проектов в сфере гидроэнергетики. Ну и, конечно, передайте, пожалуйста, самые добрые слова благодарности всем, кто сейчас не на связи с нами, но имеет самое непосредственное отношение к сегодняшнему событию. Это ваша общая заслуга и еще раз огромное спасибо. На самом деле для Карачаева-Черкесии это знаковое событие, что именно вы, Михаил Владимирович, даете сегодня старт промышленному пуску этих двух станций. А для Карачаева-Черкесии эти две ГЭС это не только выработка электроэнергии, это, конечно же, еще и рабочие места и дополнительные поступления в бюджет региона. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить весь коллектив «Паурусгидро» руководителя Виктора Викторовича за то, что «Паурусгидро» сегодня является еще и надежным социальным партнером республики и тех прилегающих территорий, где сегодня находится «Русгидро». «Разрешение системного оператора на включение получено. Прошу дать ваше разрешение на пуск гидроэлектростанции». «Запуск, разрешаю». «Получено разрешение на пуск четырех гидроагрегатов Красногорских малых С с включением в сеть в автоматическом режиме». И синхронно загудели два гидроагрегата, которые непосредственно преобразуют энергию потока воды в электрическую. Напор воды поступил на лопасти гидротурбины. Торжественная церемония открытия МГЭС закончилась приятной процедурой вручения отличительных знаков государственных наград, почетных грамот сотрудникам «Паурусгидро» за особые достижения в труде и участие в строительстве красногорских малых гидроэлектростанций. Фатима Дорова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия. «Это очень непросто заниматься животноводством в нынешний век. Но то, что я сегодня увидел, показывает, что этим можно заниматься очень эффективно и быстро», отметил сегодня председатель правительства России, побывавший на крупнейшем заводе России по переработке баранины «Дамате» на 450 рабочих мест. Альбина Ламкова подробнее. Производственные объекты крупнейшего в России завода по переработке баранины «Дамате» не имеют аналогов в России. Экскурсия по предприятию вызвала неподдельную заинтересованность у председателя правительства России Михаила Мишустина. «Это мы сделали прям врачайское черное баранство». «Вольно красиво». «Да, и это прям супер дорого и супер премиально». Здоровая конкуренция, используемая сельскохозяйственным холдингом, цена и похвально, отметил он. От начала заготовки для выхода готовой продукции проходит около четырех часов. Это на сегодняшний день один из самых быстрых вариантов работы таких комбинатов. «По параметрам эффективности, скорости, то, что я сегодня увидел, вы совсем недавно вложились, все инвестиции были совсем, скажем так, свежие, поэтому, мне кажется, по продукции учли очень много чего, в том числе того, что простимулируют сети закупать вашу продукцию. Так, Танас? Да, надеемся, что наш продукт будет близок к нашим потребителям». Тахир Сикетов 20 лет трудится на заводе по убою переработки баранины «Кавказмяса». Работать приходилось в разных направлениях. Сейчас, после модернизации крупнейшего в России завода по переработке баранины «Дамате», особое внимание уделяют вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качества продукции. Впечатляет техническое оснащение и количество внедренных инновационных решений. Работа упростилась, но добавились операции по переработке мяса. Одним из приятных моментов – увеличение заработной платы, рассказывает Тахир Сикетов. «Работал обвальщиком до этого, сейчас работаю распиловщиком. Здесь идет процесс распила каре на 4,8. После модернизации у нас вообще все, видите, как поменялось. Добавились люди, стало больше коллектива. А сейчас на каждую линию идет своя операция». Предприятие было запущено в сентябре 2022 года. Его мощность – 25 тысяч тонн продукции в год. После выхода завода на проектную мощность объем переработки составит 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. «Дамате» широко используют в своей деятельности информационные технологии и искусственный интеллект. Важной частью проекта реконструкции является установка усовершенствованных локальных очистных систем и организация переработки производственных отходов предприятия. Еще был поднят вопрос об импортозамещении. «Нам стесняться не надо. Кажется, что это мелочь, а это не мелочь. От упаковки, от элементарных вещей, ножниц и еще чего-то их более сложного. Но если что-то покупали, поскольку был свободный рынок, и можем сами создать, это, мне кажется, очень важное направление. Надо не стесняться искать поставщиков. «Дамон Александрович, обещайте искать поставщиков максимально российских для того, чтобы упаковки до технологических линий в них врубать». Еще ввиду высокого потенциала овцеводство на всем Северном Кавказе прозвучала просьба о мерах поддержки фермерам или уже подкорректировать имеющиеся программы. «Вот мы, собственно говоря, сегодня с Палпредом, с Валпредом Чайкой, с вашим губернатором готовимся к большой правительственной комиссии, где будем рассматривать все вопросы, связанные с развитием Северного Кавказа. Ряд вопросов намечаем рассмотреть на ней и решить. Я слышу вас. По поводу всех остальных форм поддержки, в том числе о пересмотрении нормативов по закупкам, тоже обязательно посоветуемся». Гостям представили образцы выпускаемых на заводе местных продуктов, упаковка которых позволяет обеспечить их сохранность и привлекательность, товарный вид. Рассказали о планах по развитию завода. В этом году проведут дополнительные работы, повышающие эффективность производственного процесса. Выполняется монтаж дополнительного оборудования для увеличения и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево-Черкесия. А на двухсторонней встрече глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и председатель правительства России Михаил Мишусин обсудили социально-экономическое развитие республики. Рашид Тимрезов отметил, что ежегодно республику посещают около двух миллионов туристов, пообещал премьер-министру России в будущем турпоток увеличится вдвое. Он уточнил, что это станет возможным в том числе после реализации ключевых инвестпроектов, в частности связанных По словам Рашида Бориспиевича, общая сумма инвестиций и развития в двух самых знаменитых курортов Архыза и Домбая составляет порядка 96 миллиардов рублей. Говоря об этом, он поблагодарил Михаила Мишусина за механизм инвестиционно-бюджетных кредитов для субъектов России. Сегодня местами в Карачаево-Черкесии прошел Град. Какой будет погода на выходные, узнаем из прогноза синоптиков. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метра в секунду. Ветер северо-западный 6-11 метров. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. В горах местами плюс 1, плюс 6. Днем до плюс 19. В горах местами плюс 8, плюс 13. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 14-16 тепла. Мебельный салон Слон. Широкий ассортимент классической современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. В Кисловодском цирке с 29 апреля оживают мифы Древней Греции. Арена цирка превратится в бескрайнее море. Фонтаны, морские котики, лазерное шоу, живой вокал. Все это цирковой мюзикл на воде Одиссея. Цирковой мюзикл на воде Одиссея начинается с 29 апреля в городе курорте Кисловодске. Представление очень завораживающее. В Одиссеи цирковые номера успешно сочетаются с оперным вокалом, лазерным шоу и водной стихией. Смотрите подробности. Яркая феерия с участием клоунов, акробатов и силачей. Два часа магии, света и музыки, артистизма и пластики. В этой Одиссеи соединилась воедино и оперета, и мюзикл, и цирковые номера. И все это красочное шоу будет происходить не только на суше, но и на воде. Зрители смогут окунуться в атмосферу Древней Греции и вместе с главным героем легенды отправиться на поиски затонувшей амфоры, хранящей тайны прошлого. В этом путешествии Одиссея ждет встреча с русалками, демонстрирующими чудеса синхронного плавания, а также медузой горгоной, огнедышащими химерами и силачом циклопом. Представлений продумано все до мелочей, не меньшее внимание было уделено и костюмам героев, от них просто не оторвать взгляд. Ну и, конечно, какой же цирк без животных? В этом шоу им определены свои роли. В манеже можно будет увидеть милых енотов и павианов, нильских крокодилов и кайманов, морских котиков и удавов. Представления уже смогли по достоинству оценить зрители из Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. А теперь артисты готовы покорять и публику на Северном Кавказе. Кстати, поприветствовать труппу прибыл в преддверии премьеры на Кавминводах глава города-курорта. Я всегда думал, что к нам ехали и едут на воды, потому что у нас минеральная вода. Прекрасное представление, прекрасные артисты, прекрасный цирк, прекрасное настроение и самое главное, что все это прекрасно объединяется в одном месте в городе-курорте Кисловодске. В программе задействовано около 70 артистов, а также синхронисты, акробаты и дрессировщики. Будет интересно. Подарите себе и своим детям сказку. Билеты можно приобрести и в кассах, и на официальном сайте цирка. Это все, вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала Дорога к счастью. Хороших выходных и до встречи в эфире.